Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем первую главу книги «Песни, песни Соломона». Эта книга начинается с заглавия. Первый стих содержит в себе заглавие. «Песня Соломонова. Песнь, песни». Ее заглавие указывает на то, что это высочайшая и прекраснейшая из всех песен. И в древней традиции она считается последней песней, и в этом смысле мессианской песней. В ней заключена вся красота, вся глубина, вся поэзия, которая потом может быть выражена в других песнях. Но это остается первой и последней. Она приписывается Соломону, но не в том смысле, как мы атрибутируем авторство какому-то человеку. Имя Соломон в данном случае выступает обозначением высшей мудрости, красоты, изящества. И поэтому он является гарантом того, что действительно все, о чем сегодня и в последующих встречах пойдет речь, будет песней от Бога, Богодухновенной песни. Она начинается с пролога. Поднимается занавес, и мы с вами слышим первый аккорд симфонии, но мы не знаем, кто говорит, потому что никто нам представил главных персонажей. Звучит голос. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Это голос возлюбленный. И для того, чтобы понять смысл некоторых образов, которые присущи восточной поэзии, и они совершенно не знакомы нам, нужно понимать, что слово «лобзание» здесь больше, чем просто «лобзание», точно так же, как и слово «уста». «Уста» — это не только то, чем мы принимаем пищу и когда мы целуемся. «Уста» прежде всего — это орган речи и связан со словом. Пророк Исаия огорчен тем, что его уста нечисты. Он говорит, «Горе мне, я человек с нечистыми устами», потому что уста — это то, что отражает глубину твоего сердца. Фактически, я человек с нечистым сердцем. И его уста связаны с его будущим призванием, с его миссией, с глубиной того, что испытывает его сердце, с глубиной желания. И поэтому эти уста будут очищены. Появится серафим, который очистит уста, и пророк станет пророком. Также и здесь речь идет о лапзании уст, которые возвращают человеку какое-то первоначальное желание, глубинное его призвание и миссию. «Да лапзает он меня лапзанием уст своих». И у комментаторов всегда возникает вопрос, чья это молитва и чей это зов? Это зов нового Адама, Адама, как в первый день его сотворения. Некоторые комментаторы говорят, что это образ самого Бога, и мы слышим его голос. Бог точно так же нуждается в нежности и в любви человека. И то, и другое в сущности выражает взаимные желания любых влюбленных, тем более, когда речь идет о Боге и о человеческой душе. Комментаторы также обращают внимание, что здесь не говорится во втором лице. Говорится в третьем лице. «Да лапзает он меня лапзанием уст своих». И от этого фраза приобретает особую красоту, потому что никто никого не принуждает. Девушка выражает свое желание совершенно искреннее и глубокое, но при этом она не настаивает, и при этом она уверена, что оно будет исполнено. Поэтому это неповелительное наклонение, это такое пожелательное наклонение, как некое благословение, как некое обещание того, что это обязательно исполнится. И дальше этот голос объясняет. «Ибо ласки твои лучше вина, от благовония мастей твоих, имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою, царь вел меня в чертоги свои, будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино, достойно любят тебя». Здесь несколько слов, которые нужно обязательно объяснить, иначе этот поэтический строй поэзии останется нам непонятен. «Твои ласки» в еврейском языке сказано слово «доди», это нежность, и здесь как будто зашифровано имя царя Давида. И это больше, чем просто любовные ласки. Здесь есть тень чего-то царственного и мессианского. Но так или иначе, здесь имя Давида, которое повторяется, имя будущего мессианского царя. Именно поэтому его ласки становятся прекраснее вина. В Библии вино, конечно, прежде всего связано с опьянением. Ной выпил много вина, и от этого с ним случилось несчастье. Вино также веселит сердце человека. Но есть совершенно другое опьянение, о котором здесь идет речь. Есть радость любви, и это сродни тому опьянению, о котором говорит апостол Павел. «Если упиваться, то упиваться духом, упиваться божественным духом, общением с Богом». Здесь есть другой образ, образ благовоний и благоуханий. В нашем языке этот образ не настолько богат, как во всех восточных языках. «Имя твое, как разлитое мира». Замечательный образ какого-то сосуда, из которого истекло мира, но тот аромат, который остался, эта тень, она продолжает присутствовать в воздухе, она остается в сердце, и воспоминание о нем остается таким же ярким и незабываемым. «Имя твое, как разлитое мира, мира излиянное». «Поэтому девицы любят тебя». Слово «мира» также указывает на другой аспект возлюбленного. «Он мессия», потому что «мира» — это прежде всего елей помазания, и поэтому, конечно, «кто же не любит царя». «Имя твое, как разлитое мира» в восточной традиции связано с Иисусовой молитвой, потому что нет другого имени, которое может даровать спасение, и нет имени более прекрасного, чем имя Иисус, которое означает «Бог спасает». И поэтому Иисусова молитва состоит в том, чтобы это имя вдыхать, как вдыхают аромат, чтобы оно стало твоим дыханием, чтобы оно вошло в ритм твоего сердца, потому что оно прекрасно и незабываемо, как разлиянное мира. Этот образ нас тоже возвращает Вифанию, Мария, которая помазывает ноги Христа драгоценным миром, младшая сестра этой подруги из «Песни песни». Другое ключевое слово в этом монологе, слово «влеки меня, мы побежим за тобою». Когда Христос говорит о себе и о своей миссии, Он говорит такие слова «когда я буду вознесен на небо, я всех привлеку к себе». Действительно, тот, кого Бог избирает, кого Он привлекает к себе, тот становится учеником Христа. «Влеки меня, истинная любовь, источник желания, нас увлекает, и мы не можем этому сопротивляться, идем вслед за Ним». И это не просто какое-то мерное шествие, но это всегда похоже на торопливый шаг, потому что все становится неотложным, срочным. «Мы побежим за тобою». Это тоже образ любви, которая переживает свои первые мгновения, образ зарождающейся страсти. «Царь вел меня в чертоги свои». Речь идет о внутренних покоях царя. Это может быть спальня царя, это может быть его трапезная, но так или иначе это дом пира, там, где состоится праздник. И, скорее всего, это будет брачный пир, это будет свадьба. Она вводится в покои царя, как невеста. И когда речь идет в «Песне-песне» о чертогах, то, конечно, всегда возникает образ храма, Иерусалимского храма, потому что истинными чертогами и домом жениха с большой буквы будет Иерусалимский храм, там, где будем восхищаться и радоваться тобою. Тот, кто привык читать «Песнь-песнь», тот узнает себя в ней. Для чего мы ходим в храм? Для того, чтобы в храме восхищаться, благодарить Бога, превозносить Его милости больше, чем превозносит вино, потому что любить Его достойно и праведно. После краткого пролога начинается первая поэма. Всего их будет пять. «Песни-песни». В первой поэме невеста вначале рассказывает свою историю. «Дщери Иерусалимские, черная, но красива, как шатрыки дарские, как завесы Соломоновы, не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери мои разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, моего собственного виноградника я не стерегла. Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень, к чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих?» Здесь мы слышим голос невесты, и сначала мы видим ее на пороге Иерусалима, где она встречает хоровод девушек, «Дщери Иерусалимские» — это девушки, которые живут в Иерусалиме, и она как будто их просит принять в свой хоровод, и пусть ничто не смущает, ее кожа смугла, и этот необычный цвет кожи, может быть, становится предметом их зависти, она от этого становится еще более привлекательна. «Черна, как шатры кидарские». «Кидар» — это географическое название, оно напоминает о шатрах бедуинов, которые делали из черной козьей шерсти, поэтому она черна, как шатры кидарские, но прекрасна, как завесы соломоновые. И этот смуглый цвет кожи в действительности как некий шрам, как некий знак того, что она была в рабстве или была в изгнании. Черное солнце изгнания опалило ее кожу и навсегда остался как знак этого изгнания. «Сыновья матери моей» — образ других народов, у которых народ Израиля оказался в рабстве, потому что у Авраама были другие дети, и вавилоняне, которые разрушат Иерусалим, и будут теми сыновьями матери, но не будут родными братьями. И образ братьев, которые заключают в рабство свою сестру, прочитывается в традиции, как история еврейского народа, который оказался в вавилонском плену и, оказавшись на чужой земле, мечтает вернуться в Иерусалим, на родную землю, в город своего царя и бога. И поэтому после плача мы слышим этот вопрос. «Где же ты пасешь стады своя? Где ты отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле ста товарищей твоих?» И дальше мы слышим голос хора или голос жениха. «Если ты не знаешь этого прекраснейшее из женщин, то иди по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских». Невеста о себе говорит «Черна, и оно прекрасно». И вот здесь другой голос, вероятно, голос жениха все-таки, возвращает ей этот комплимент и говорит «Да, ты прекраснейший из женщин». И для того, чтобы найти своего суженного, своего возлюбленного, самый надежный способ идти по следам животных, по следам стад, как это происходит с Иосифом, как это происходит с Саулом, как это хорошо знакомо восточной традиции. Затем следует изумительный диалог. Фактически, это некий концерт, в котором переплетаются, взаимодополняют голоса возлюбленного и возлюбленной. Образы, которые здесь прозвучат, нам покажутся совсем необычными и странными. Жених, обращаясь к невесте, говорит «Кобылицы моей, колесницы фараоновой, я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях, золотые подвески мы сделаем тебе серебряными блестками». Очень часто песнь песни прочитывают как некую аллегорию всех злоключений и всех радостей народа Израиля. И поэтому «Кобылицы», которые оказываются запряженные в колеснице фараона, это народ, который оказывается в рабстве либо в Египте, либо в Вавилоне, но в чужой колеснице, под чужой властью. Но она остается навсегда «моей Кобылицей». «Моей» точно так же, как пророки говорят, что Бог будет Богом этого народа и народ будет Его народом. Слово «Кобылицы» пусть никого не смущает. Очень часто в восточной поэзии, особенно в поэзии народов-кочевников, «Кобылицы» становятся образом какой-то особой грации, особой красоты, неукротимой и свободной женской красоты. И поэтому очень часто сравнивают прекрасных женщин именно с этим образом, именно свободной и неукротимой страсти. И кочевники для своих «Кобылиц» делают такие же украшения с серьгами, с подвесками. Но здесь возникает удивительный образ. На смену бремени рабства, ерму, которое было возложено фараоном, ерму из железа, кандалам и оковам, будут другие совершенно украшения, ожерелья, серьги, подвески из золота и серебра. Жениху вторит голос невесты. «Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое. Мировый пучок, возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает, как кисть кипра, возлюбленный мой у меня в виноградниках энгенских». Здесь возникает опять образ внутренних покоев царя, дом пира, где восседает царь и его возлюбленные. И опять возвращаются образы благовоний. Нарт опять же нас возвращает в Вифанию, где это драгоценное благовоние наполняет собой весь дом. И это образ любви, почитания Бога. И здесь он становится именем царя. Возникает вопрос, что означает нарт мой? Можно это сказать, это я сама, это мое сердце, все мое существо, все, что меня сейчас наполняет, превращается в этот сосуд чистого благовония. В ответ жених отвечает, «О, ты прекрасная, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные». Точно теми же словами отвечает ему невеста, «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложи у нас зелень». Здесь возникают несколько образов, совершенно эмблематичных для священного писания. Глаза твои голубиные, горлица, голубица, это прежде всего символ народа Израиля. Голубка – это птица, которая отличается застенчивостью, кротостью, нежностью. И поэтому она становится образом возлюбленной и образом народа Божия. По-еврейски голубка означает «йонас», точно так же, как имя пророка Ионы, который не только бывает покорен Богу, но тоже может и бунтовать против Него, но при этом остается всегда ему верным. Кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы. Последний стих «Песни песней» открывает очень странный образ, потому что в каком доме кровли сделаны из кедра и где потолки обшиты кипарисом, конечно же, это Иерусалимский храм. Поэтому здесь образ возлюбленного, который одновременно является и царем, и тем царем всех царствующих, домом которого является Иерусалимский храм, здесь накладывается друг на друга. Таким образом, мы увидим, что любовь в песне песни и, кажется, человеческая плотская страсть в действительности становится лишь неким образом аллегории той любви, которая всегда стоит за простым человеческим чувством чего-то большего и божественного. На портале экзегет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.